Я сначала здесь выливаю банки, потом бегу в ту комнату, выжимаю тряпки, быстро выливаю ведра. На Новороссийской 11 протекает крыша. В сухую погоду незаметно, а в ливне панельная хрущевка наполняется водой. Только этот декор к условиям аквариума пока не приспособлен. Здесь были глазки, когда-то тут планировалось очень красивое панно. Сейчас у меня здесь бесплатная душевая кабина. Загубленный интерьер полбеды. Когда вода потекла по каналам электропроводки, возник риск пожара. Я позвонила в МЧС. Приехал дежурный электрик от аварийных служб, потому что переадресовали туда звонок. И поскольку ничего нельзя было сделать, он попросту отрубил провода. По просьбе Любови Гурьевны свет вернули на кухне и в ванной. Это только один из этапов долгой борьбы. Крыша течет 52 года. Мне 54. Крыша течет 52 года. У меня повезло. У меня бежит по швам, по плитам. А 69-я квартира бежит по каналам электропроводки. Ольга Затолокина одна из активнейших жителей дома на Новороссийской 11. Ее трудами о проблеме узнали жилищная инспекция, прокуратура, администрация города, правительство края. Комитет ЖКХ города Барново. Еще раз комитет ЖКХ. Слушайте, я впервые вижу такое количество писем. Все пишут примерно одно и то же. Латочный ремонт должна проводить управляющая компания, а капитальный запланирован только на 2026-2028 годы. Эксперты в сфере ЖКХ уверены, дату ремонта можно изменить. Что касается собственников, то никто их не ограничивает принятие решения в том, чтобы сегодня решить вопрос о проведении капитального ремонта кровли, то есть посредством сбора денежных средств. В управляющей компании говорят, что экспертизу уже проводили, и этого достаточно. Но за ними остается еще одна обязанность. Важнее проводить латочный ремонт, чтобы собственники дожили до капитального. В этом году еще какие-то работы планируются у вас? Да, конечно. Именно по этому дому, да? По этому дому, да, также будем продолжать делать латочный ремонт. То есть обязанность управляющей компании, что поступила заявка от какой-то квартиры, мы обязательно должны ее устранить, нанести покрытие и так далее. Правда, по сути, латочные работы изменению ситуации не особо помогают, поэтому жильцы подают документы на актуализацию капитального ремонта в надежде, что его проведут раньше 2026 года. Андрей Дриер, Алексей Фризин, Александр Антропов, Андрей Печеркин. День с толком.